По словам главы комитета по законодательству Виталия Милонова, теперь не только журналисты и съемочные компании смогут делать фото и видео в петербургской подземке, но и простые жители. В качестве примера он привел блогеров. Кроме профессиональных снимающих, которые действительно могут перегородить весь вестибюль, есть люди, которые просто снимают для того, чтобы выложить в хорошую социальную сеть ВКонтакте, менее хорошую социальную сеть Фейсбук, которая стирает группы, которые направлены на патриотическую сторону России и поддерживает всякие сепаратистские группы в Фейсбуке. Так вот, в любых сетях можно выкладывать, в том числе выкладывать свои фотографии в метрополитене. Естественно, эти фотографии теперь не содержат элементы пропаганды педофилии или гомосексуализма. В то же время съемочным компаниям и бригадам по-прежнему требуется специальное разрешение на съемку от руководства подземки. Предположим, будет сниматься очередная серия ментов где-нибудь в метрополитене, ну, с небольшой стрельбой, парочкой взрывов. Если это будет происходить в час пик, ну, давайте согласимся, что может вызвать некие коллизии, да, вот, взрыва, взрывавшийся вагон метро. И, наверное, стоит, необходимо согласовать с руководством метрополитена взрыв пары вагонов. Продолжение следует...